Уже несколько лет на кинофестивале Мердианы Тиховой работают три жюри. Основное – жюри «Недпак» и жюри «Фипреси» – международной организации кинокритиков и киноведов. На своей пресс-конференции члены жюри кинокритиков и киноведов рассуждали на тему фестивального движения и независимого авторского кинематографа. В составе этого жюри ведущие кинокритики и киноведы из России, Нидерландов и Израиля. Их присутствие для самого «Пасифика» – статус. Для участников конкурсной программы – шанс. Приз «Фипреси» для молодых кинематографистов открывает дорогу на любой кинофестиваль мира. И он важнее даже, чем приз основного жюри. На этой встрече именитые кинокритики журналистам напомнили, для чего нужны фестивали и что же это на самом деле такое. Говорят, что это такой мировой заговор, цель которого – показать труд тысячи людей, снимающих интересное, необычное новое кино, некоммерческое. Сами называют такое сложное кино со смыслом. Кино, которому нужно обязательно помогать. И эта тема стала главным лейтмотивом всей встречи. Юра, считается, что самая популярная программа на нашем фестивале – это программа «Кино России». Она неизменно собирает полные залы. Оля, есть еще одна программа, на которую вообще невозможно попасть. Она называется «Сделано во Владивостоке». Это без преувеличения самая фирменная программа «Пасифика». Мне показывают кино, которое снимали здесь, или фильмы тех, кто здесь жил или родился. Максим Бессмертный – режиссер из Макао. Он там создает свои фильмы, говорит на четырех языках – английском, португальском, китайском и русском. Приезд на этот фестиваль – готовая история для киносценария. Ведь в этом городе он прожил свои первые четыре года, а потом уехал в португальскую колонию. Как «Синема Парадису». Он вернулся, персонаж из этого фильма, вернулся после 30 лет в свой город, у меня почти то же самое. И у меня здесь есть память. Я помню некоторые вещи. Конечно, было четыре годика, но я еще помню, я сейчас 29. То есть вспоминаю разные моменты. Его фильм «Сампан» о любовном треугольнике, в котором запутались люди разных национальностей и культур. Тема для фестиваля Азиатско-Тихоокеанского региона самая актуальная. Персонажи два, которые сначала не особенно любят друг друга, вообще дерутся комедийно, конечно. Но в конце концов они понимают, что они оба мужчины, они оба из этой планеты. То есть о чем разбор был. Понимают в конце концов, что это было из-за девчонки. Интересно это взять китайскую историю и взять персонажа не из востока, но из запада. И просто их вместе сместить, два разных языка, и сделать фильм на двух разных языках, и еще показывать это в России с субтитрами на третьем языке. Данил Гончаров – режиссер из Владивостока. В своем фильме показывает фирменную приморскую историю. Студенты отправляются в путешествие в партизанский район и встречают захоронение коренных народов. Важной частью моей истории является мифология удыгейцев. УДГ – это коренное население Преамурия, Дальнего Востока, и носители совершенно уникальной, колоритной, очень культуры, мифологии, которую мне было бы очень интересно визуализировать в своем фильме, и которая, как мне кажется, будет интересна жителям Владивостока. Сделанного во Владивостоке. Эту программу создавали для молодых и талантливых, чтобы они здесь продолжали снимать свое кино. А получилась программа для Владивостока. Она неизменно вызывает неподдельный интерес зрителей. Нью-Йоркская киноакадемия считается одним из лучших специализированных общеобразовательных профессиональных учреждений в мире. Ее выпускники на ведущих ролях не только в Голливуде, но и в независимом авторском кинематографе. Один из преподавателей Нью-Йоркской киноакадемии, Лидия Сидроне, провела во Владивостоке интереснейший и нужный для молодых режиссеров мастер-класс, посвященный питчингу. Питчинг. Искусство убедить инвестора дать денег на свой кинопроект. Об этом направлении в России, особенно в Приморье, слышали мало. Но Лидия Сидроне, преподаватель Нью-Йоркской академии киноискусства в Лос-Анджелесе, будет это исправлять. Сколько вам точно нужно? Станет ли фильм прибыльным? Где и кто его будет снимать? Это очень конкретные вещи о бюджете, о производстве. И их нужно знать. Первый шаг для будущего режиссера – разложить большую сложную историю на простые элементы и уместить сценарий в одно предложение. История всегда о ком-то. Это герой. И у этого героя есть желание, цель. История заключается в том, как этот персонаж достигает своей цели, преодолевает препятствия. В конце концов, почему мы ходим в кино? Мы любим истории. И любим, когда они переносят нас в другую реальность. У людей с деньгами, как правило, не так много времени. Полезное упражнение – так называемый лифтовый питчинг. Инвесторы находятся в замкнутом пространстве. И прежде чем они выйдут из лифа, сможете ли вы им рассказать всю историю? Что вы включите, зная, что у вас будет всего минута? Это очень сложно. Упражнения сложные, но, как говорит Лидия Сидроны, весьма эффективные. Нужно не бояться просить денег и называть максимально точную сумму. В рамках кинофестивальной недели пройдет несколько мастер-классов от преподавателей Нью-Йоркской академии киноискусства и других экспертов в сфере кинопроизводства. Меридианы Тихова предоставляют билет в мир кино для всех. И для зрителей, и для тех, кто сам мечтает выпустить собственный фильм на большой экран. Самая романтичная площадка фестиваля уже много лет встречает зрителей под открытым небом. Рядом море, сверху звезды и бесплатный вход. На открытом воздухе – это моя мечта. Кимотеатр на открытом воздухе. Хотелось бы, чтобы чаще и больше этого было. Ну а кино, интересно любое кино, интересно фестивальное кино. Атмосфера замечательная под открытым небом. Еще в прошлом году дирекция кинофорума пошла на эксперимент и решила в таком формате знакомить зрителя с фильмами «Короткого метра». Эксперимент удался, и публика на этот раз уже ждала короткие фильмы. Я очень люблю короткие фильмы. Иногда бывает устаешь от длинных фильмов. Жизнь настолько быстро течет, что хочется быстрее, быстрее. Короткометражное кино – это просто великолепно. Здесь круто находиться рядом с морем, рядом с людьми. Рядом со зрителями член международного жюри этого «Пасифика» Дэнни Леннон. Канадский программный директор, известный во всем мире тем, что всячески способствует производству, продвижению и демонстрации независимого короткометражного кино на международном уровне. «Значимость короткометражного кино сложно переоценить. С помощью таких фильмов можно понять, с чего начинаются все кинематографисты. С помощью таких фильмов мы возвращаемся к началу. Это основа всего. Такое кино заслуживает, чтобы его любили. На фестивалях обязательно нужно показывать короткометражное кино. И я здесь вижу большой интерес публики, я вижу здесь зрителей, которые пришли всей семьей, даже с детьми. Это просто замечательно. За шесть фестивальных дней программа представит 37 фильмов со всего мира. Каждый за 15-20 минут успевает рассказать свою историю, показать, как живут люди в Австралии, Англии, Китае, о чем думают, какие проблемы их волнуют. За один вечер открытой площадки можно встретиться сразу с несколькими любимыми артистами, например, Марией Шалаевой и Ксенией Рапопорт. 37 фильмов программы разделили на блоки. По 5-7 картин. Каждый фестивальный день новая секция с оригинальным названием. Странники, скоморохи, алхимики, волшебники. Встречи под открытым небом продолжаются. Таким был пятый фестивальный день. Обо всем, что происходит на фестивале, смотрите в его дневниках ежедневно на общественном телевидении Приморья. Смотрите дневники и смотрите кино. Спонсор показа Официальный дилер Пежо. Общество с ограниченной ответственностью Восток СВ. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»